Продолжение следует... Так, мы проехали, а при этом связь... Так, нет, вот пошло, так. Просить, пожалуйста, пришлось еще раз зайти. Еще раз хочу вас всех попросить все-таки опубликовать материалы о Вологодском сливочном масле, о заводе, который хотят приватизировать, продать. Это на самом деле, ну, для меня просто шок. Важный завод, стратегически важный. И хотят на нем, скорее всего, делать будет маргарин, который вызывает онкологию, диабет и сосудисо-сердечные заболевания. Извините, кто это смотрит второй раз, но я повторюсь. Нам надо отстаивать завод, поэтому прошу опубликовать материалы. У меня есть и в Инстаграме. Аукцион проходит сейчас уже с всяческими нарушениями. Выставлено 17 февраля. Об этом мы узнали 29 декабря. То есть, понятно, для чего хотят приватизировать, потому что маргарин, вообще гидрогенизация жиров, это оборудование, с помощью которого делают трансизомеры, которые в маргарине как раз есть, в Америке он запрещен. В Европе сейчас тоже к этому приходят, потому что вы понимаете, что это за заболевание. Поэтому все это оборудование надо куда-то слить. Так, я не вешу, нет, вы слышите меня? Так, куда-то слить, естественно, слить к нам, видимо, хотят. И под брендом, действительно, самого лучшего, вологодского сливочного масла буду делать маргарин, который вызывает диабет, онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, которые у нас на первом месте. Поэтому я прошу этого не допустить. Прошу, публикуйте материал, пишите, что вы против, хватит нас травить. Пускай травят у себя. Но при этом они у себя запрещают, а значит, к нам это все можно привезти. У меня есть информация, кто хочет это выкупить, пока не могу ее озвучить. Но я думаю, что скоро я об этом тоже расскажу. Надо все-таки ее допроверить. Поэтому, ребят, присоединяйтесь, не надо обсуждать что-то где-то на кухне. Давайте будем делать нашу историю, не дадим... Это действительно сливочное масло, которое могли и дети есть, и дети, из натурального молока. И оно признано уникальным, это вологодское сливочное масло. Поэтому давайте бороться. Бороться за наш завод, во-первых, где работает очень много людей. Это градообразующий завод, при этом там еще есть люди, где обучаются. То есть, ну, это стратегический, на самом деле, важный объект, который нельзя, нельзя отдавать ни в коем случае. Поэтому прошу вас, давайте присоединяйтесь. Я буду писать на имя президента тоже письмо. Завтра, послезавтра встречусь с директором завода, с ним общалась уже по телефону. Нам надо что-то делать. И вы, прошу, тоже подключайтесь к этому. Спасибо за информацию. Спасибо. Это сейчас я здесь читаю. Спасибо вам, что ее приняли к сведению. И, правда, я честно рассчитываю на вас, только вместе я одна не смогу, поверьте. Как бы, сколько бы я усилий не прикладывала, но вы мне нужны. Это обязательно нужно, чтобы был общественный резонанс, чтобы нас президент услышал, и чтобы все-таки это все изменить. Так. Да, я уставшая, потому что сплю по 4-5 часов, к сожалению, в сутки. И дети, и работа, и очень много всего навалилось. Но ничего страшного, выдержу. А вместе с вами тем более. Так. Да, только до нас это масло не доходит. Да, в том-то и дело, что, во-первых, очень много вложено денег в этот завод. Его технологически делали совершенно оснащенным. Во-первых, стоимость на аукционе занижена. То есть там много очень всяких моментов, о которых я буду писать. Я уже в Инстаграме сейчас написала, но еще детально все объясню, расскажу. Есть силы и достаточно тоже высокие силы, которые пытаются его продать и сделать все, чтобы он вот так вот быстренько ушел. Смотрите, если 29 декабря об этом было опубликовано, и на 17 февраля уже он стоит на аукционе. Представляете, да, за полтора месяца все очень-очень-очень быстро. Поэтому я прошу, правда, подключиться к этому. Это крайне важно. Это наше с вами здоровье. Ничего важнее этого нету. Здоровье нас с вами и здоровье наших детей. Вот так. Мы всегда рядом. Спасибо. Надеюсь, правда, на вас. Искренне, что за масло. Вологодское сливочное масло. Завод, которому больше 100 лет. Это, вы не представляете, какая старинная технология. Блин, честно, я вот просто в шоке, когда об этом узнала, и что собираются с этим вообще сделать. А купит это кто-то, кто будет сливать к нам оборудование, которое запрещено в Америке, и будет скоро, видимо, запрещено и в Европе, потому что с транжирами борются. Но, видимо, считают, что к нам можно все это. Ничего страшного. Мы это съедим, сожрем, я бы даже сказала. Ой. Короче, кошмар. Так, Смолин, с вами спасибо. Масло, говорят, уникальное по вкусу. Это правда, уникальное по вкусу, но если мы не отстаем этот завод, ничего уникального там больше не останется. Вот, ребят, читайте в Инстаграме. Вот, все, вы опять с нами. Я действительно собрала сейчас очень много материала. Мне надо его уложить, скоординировать, и завтра вам выдам еще одну информацию, целую порцию информации, которую вы сможете прочитать у меня в Инстаграме, в Твиттере, в принципе, ВКонтакте, где вам будет удобно. Прошу это распространять с вашим, естественно, мнением, что нельзя это просто делать, и хватит нас травить. Так, это такой хэштег, скажем так. Мария, не переживайте, все будет хорошо. Я очень на это надеюсь, правда, потому что сейчас, занимаясь питанием, понимаю, что просто, ну, ситуация просто, честно говоря, аховая. И все вот это вот то, что происходит, сколько людей сейчас болеет онкологическими заболеваниями, а я периодически езжу по онкологическим центрам, была там перед Новым годом, в детском онкологическом центре в Балашихе. Но, правда, я не могу смотреть на это, и мы должны с этим что-то делать. И все ученые утверждают, что мы это прежде всего... Из-за чего продают завод, нет прибыли. Есть прибыль, в том-то и дело, вы понимаете? В том-то и дело, что есть прибыль. Пускай она, да, сейчас несущественная, там, больше чуть-чуть 30 миллионов, но завод заплатил 98 миллионов налогов. Все нормально, он развивается, и все идет по плану. Но вот кому-то этот завод очень сильно нужен. Все на самом деле именно в этом. Кому-то он крайне нужен. Вот этот уникальный завод. Ну, понятно, что все уникальное. Кто-то хочет прибрать к рукам, и, к сожалению, та информация, которая до меня дошла, я пока не могу утверждать, но, скажу, хотят это купить не, скажем так, не из России. Вот, люди. Это выгодно немножко другим людям. Поэтому тут обязательно надо вступить в борьбу. Так, мы с вами всегда рядом, вы же знаете. Спасибо большое. Но все-таки рядом это просто слова. Я прошу все-таки это публиковать у себя, чтобы вызвать резонанс, общественный резонанс. Потому что когда старела, ну, а что делать? Годы берут свое. Вот. Так, красотка сразу же. То постарела, то красотка. Спасибо. Я на самом деле даже без макияжа. Поэтому, может быть, и не так выгляжу, как зарплата. Еще раз. Вот не успела про зарплату. Роспотребнадзор только успела прочитать. Так, конечно, опубликуем, завод останется. Я крайне на это надеюсь. И надеюсь на нашего президента. Больше надежды ни на кого нет. Буду именно на него писать. Но мне нужен общественный резонанс. Еще раз повторюсь. Привет. Где взять информацию по заводу? У меня есть в Инстаграме. Это последняя моя публикация. Еще опубликую завтра. Но есть также это публикации в Инстаграме. Очень много уже написали различных СМИ об этом. Поэтому набирайте просто. Лоботское сливочное масло, новости. И вы все об этом узнаете. И я буду тоже вас держать в курсе. Так, здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Так, приветствует Ташкент. Ташкент на связи. Вы шикарно выступили на шоу без страховки. Спасибо большое. Я, правда, старалась. И мне хотелось явиться некоторым стимулом для всех беременных женщин. Для всех женщин, которые поправились. Ничего страшного. Я набрала почти 40 килограмм. И при этом пришла в себя. И стала даже еще худее, чем до родов. Поэтому, девушки, рожать не боимся. Все будет хорошо. Вот тут точно все будет хорошо. Потому что наши женщины, они уникальны. И работают, и детей воспитывают. И за домом следят. И женщины, всем женщинам. Привет. Так, скажи привет Махачкале. Махачкала, привет. Хочу как-то и стать знаменитой. Так, дерзайте. Никто же вас не останавливает. Привет из Польши. Польша, привет. Очень приятно, что здесь присутствуете вы. Потому что вроде с Польшей у нас такие сейчас напряженные отношения. Но, видимо, человеческие не напряженные отношения. А все-таки политические. Еще раз доказывать, что человеческие отношения всегда выше политики. Я так считаю. Так, как найти тебя в инстаграме? Я МКЖ в инстаграме. Находите. Так, как там Андрей Гайдулян? Гайдуляну я, каюсь, давно не звонила. Я наберу, ну как давно, но месяц уже с ним не была на связи. Обязательно узнаю, вам расскажу. Но тут крайне надеюсь, что Андрюшка, он сильный парень. Все выстоит. Так. Так, Роспотребнадзор. 5600 зарплата. Редактор субтитров А.Семкин